Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Fallout 3, и этой прекрасной ночью мы пойдем за Псиной. Смотри, как следует по сторонам. Да, мне тут товарищ написал, что Псина Фокса не заменяет. Где же, где же были эти слова где-то серии 90 назад? Я бы давно уже Псину взял бы и ходил бы дальше с Фоксом и, да, со всеми остальными товарищами. Да, короче, пошли. У нас сколько тут осталось? Одна? Наверное, серия или две, может быть. Но мы пойдем за Псиной. Да. Я, правда, не знаю, на какой свалке Псина будет находиться. Здесь или где? Кстати, наверное, на этой свалке, да? Потому что там еще у нас пара свалок есть, в принципе. Но я думаю, что на этой, потому что на эту свалку нас отправляют практически с самого начала игры. Мойер нас отправила на минное поле по одному из заданий для книжки Выживания. Пособие по выживанию на пустошь, да? Вот. И мне кажется, что как раз если бы я шел через вот эту свалку, то я бы получил бы Псинку. Но, может, это и не так. Сейчас посмотрим. Тут где-то у нас еще была свалка. Где-то. А вот еще, вот свалка, да. Рядом две. Вот. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Просто для разнообразия. В принципе, по плану у нас что еще осталось? У нас осталось еще только лишь одно Убежище. И все. Восемь... Какое? Сто восьмое, по-моему. Если я не ошибаюсь. Смотрите, какая огромная свалка, так? Вроде пустая, никого нету. Блин, по-моему, еще третья свалка где-то была. С другой стороны карты, если не ошибаюсь. Может оказаться, что Псина будет не здесь. Или я ее просто где-то пропущу. Может, за машиной она будет стоять, да. И я ее просто не увижу. Посреди ночи тут. Там какие-то здания есть. Может, нам в здание зайти? Я-то на самом деле... Я же в Fallout этот не играл раньше. И я не знаю, где тут Псину брать. Ну, я там играл немного, да. Но, собственно, не в счет. Псину я никогда не видел. Кто-то стреляет. О, как можно наверх забраться. О, Псина! Псина всех убила. Привет, Псина. Что такое, дружок? Хозяина потерял. Я понимаю твои чувства. У меня нет отца. Хочешь пойти со мной? Тут опасно в одиночку. Видимо, хочет. Да. Все пошло по плану. Теперь Псина с нами, да? Да. Немного раненая Псина. Что мы... Какие у нас с ней взаимодействия? Молодец, Псина. Хочу кое-что... Чтобы ты кое-что отыскал. Ищи патроны ма... Ищи химию, мальчик. О, вон Фокс бежит. Так. Чьи-то мозги, наверное, лежат. Куда, куда ты бежишь? Побежали за ней. Да, все пошло по плану. И мы, я думаю, можем теперь в убежище уже топать. Ну что? Куда смотреть? Молодец, Псина. Сидеть. Спокойно. О, смотрите. Можно стимуляторы колоть ей. Можно в убежище. Вернуть. Так, ну и че? Наверное... А, еще в процессе где-то бегает ищет, да? Как она их выкопает откуда-то или что? О! Нет тут ничего. Нужно рассчитывать каждый свой шаг. Хм. Все? Ладно, хватит искать. Все, пошли. Почему-то у нее хэпы не восстановились. Да? Или уже восстановили? Хорошо. Что у нас тут? Убежище 108. Да, мы локацию там открыли уже давно, но внутрь заходить не стали. Ну-ка, Псинка. Фас. И снова победу за мной. Не успела Псинка. Ой, там Скорпион еще. Пошли, короче, в убежище. 108-ое, значит. Давайте включим свет и потопали. Обитатель пустоши. Книжечка. Книжечка. В принципе, с такой-то толпой мы вообще можем оружие уже не доставать, наверное. Псина, конечно, будет погибать, наверное, периодически. Вот. Надо будет, наверное, периодически возвращаться. Ну, это хорошо, да? То, что вот она погибла, и мы можем вернуться в убежище наше. В домашнее. И Псина к нам вернется, собственно, тоже. А вот еще интересно, Фокс по Псине будет попадать? Он-то ей прям в спину стреляет. Фактически. Непонятно. Ой, куда-то я. У меня, блин. Как обычно, думаю, что это дверь, ну, простая, которая откроется. И перехожу в другую локацию. Так. Патроны. Патроны. Что тут делают патроны? Мы... Может, в этот зашлиф какой-то. В отдел службы безопасности какой-нибудь там. Что у нас тут? Вроде ничего интересного. Одежда. Надо быть осторожнее. Точно. Гэри. Гэри 17. А, это, походу, да-то убежище, где клонировали. Где занимались клонированием. Кладовочка. Ничего интересного в кладовочке. Устанавливаем. 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 Оу. Гэри. Фокс убил всех Гэри. Гэри 43. 25. Гэри 1. Вот он. С пистолетом был. Гэри 1. Он еще один Гэри бежит. Вроде бы, после боя, по идее, должны хп восстанавливаться у наших напарников, у наших союзников. Если я не ошибаюсь. О, смотрите, пупсец. Харизмочка. Нашли пупсик. Ваш харизма увеличена на 1. Блин, отлично. Так, что у нас тут? Харизма десяточка. Восприятие десяточка. Блин, мы там, да, пару пупсов взяли, но у нас еще есть, что на 10 поднять. На самом деле, ну, да. О чем это я? Мы уже заканчиваем, в принципе. Это, наверное, последняя серия будет. Выходит. Упокойствие важнее всего. При любых обстоятельствах. Прячу пушку. Стой с мирной горя. В бедной горе. Так, одежда. Неинтересно. Что-то как-то грустно в этом убежище. Пока что никаких терминалов. Обитатель пустоши. Ничего интересного нету. Шкаф. С металлической броней. Да, никаких записей вроде, никаких терминалов, где можно было бы почитать, что вообще тут происходит. Ну, с клонированием Гэри, да, мы разобрались. Мне еще давно ребята писали, что тут в каком-то убежище Гэри клонировать решили. Ну, как-то там какая-то такая завязка на этом была. Ну, вот так. А, может быть, если мы, да, зайдем в этот. Ой, забаррикадировано. Если мы найдем комнату этого. Как его? Старейшины, да? Так, жилые комплексы. Карта, правильно, 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 карта местности. Нет, тут мы еще не были. Все терминалы поломаны. А, кстати, да, записки. Я вот не обращаю внимания на записки. На полу, может, валяются какие-то, да? Как вот в прошлом убежище было. Может быть, на самом деле, зря. Точно, Гэри. Точно, Гэри. Гэри. Гэри простые, да? Да, сюда вообще можно было чуть ли не в самом начале игры идти. Еще и тараканы бродят где-то. О. Что ты, псинка, рычишь? Ты чуешь тараканов? Или Гэри? Эхе-хе, Гэри! А, где-то сверху, наверное, бродит Гэри. Смотрителя, не старейшина, а смотрителя. Я, да, вот, вспомнил, наконец-то, как, как, как тут должность это называется. Так, шкафы, все пусто и все грустно как-то. Пошли наверх, я знаю. Еще один обитатель пустоши. Кто-то, видимо, вход в убежище. Ага. Лаборатория клонирования. Вход в убежище. Вот, и здесь мы, вроде бы, как все осмотрели, и все. Жилые комнаты и лаборатории. Вроде больше ничего здесь нет. Как-то грустно, что ли. Вроде были мы и там, и там. Давайте лабораторию еще зачистим, просмотрим. Вот туда мы не ходили, да? Жилые комнаты. Что-то как-то да. Отдельной комнаты смотрителя вроде бы как нету. Надо еще побегать. Может быть, все же найдем какой-то журнал. Запись там, или терминал, может, все-таки хотелось бы найти. Да, рабочий. Сколько Гэри здесь было. Наклонировали их. Так. Куда мы там правильно идем? Ага. Мы-то правильно идем. Оттолкну. Никакого. Никакого. Ха. О. О, краем глаза тут увидел. Записи о клонировании. Гэри-53 враждебен по отношению ко всем не клонам, как было в случае предыдущих 52 попыток. Нам следует рассмотреть возможность уничтожения предыдущих клонов Гэри, поскольку помещения практически переполнены. Попытка 54. Враждебность Гэри-54 по отношению к не клонам не изменилась. Можно сказать, он ведет себя даже более агрессивно, чем раньше. Доктор Петерсон, наверное, да? Петерсон. Может подтвердить это, получив телесное подтверждение в ходе, видимо, эксперимента. Таким раскладом-то мы можем, с таким-то раскладом, да? Мы можем найти еще где-то на полу валяющуюся записочку просто вот так вот. Ну, записочку. Запись. Не узнаем больше. Так, это мы куда идем? Жилые комнаты. Давайте еще, наверное, походим. Я, наверное, нажму на паузу, да? Поброжу здесь немного. Может, найду все-таки где-то еще что-то интересное. Но пока что довольно пусто. Пока что довольно пусто и как-то грустно, я бы сказал. Ну вот, но... Я еще хочу побродить здесь чутка. Ну, что-то... Ничего я больше интересного здесь не вижу. Обошел еще разок тут все и ничего интересного не нашел. Комнату этого смотрителя не нашел. Ну, собственно, пойдем тогда отсюда вам. И у нас есть еще одно убежище, да? Ну, чтобы уже точно по всем убежищам пройтись. Это убежище когтей смерти. Давайте пойдем в убежище когтей смерти, напоследок. И на этом с фоллаутом закончим. Где-то оно было... Во, убежище когтей смерти. Что-то упало. О, там роботы воюют. Так, убежище где-то там. Воу! Полетело. Да, так бодренько. А куда полетела-то ракета? Вон там тоже взрыва. Фокс там сейчас машину взорвет, походу. Отключить. Все. Нам туда нужно. К тем ребятам, я думаю, они не побегут, да? Далеко довольно-таки. Так, где нам искать это убежище когтей смерти? По идее, прямо. Где-то вот там немного. Что-то... Может здесь... О, кстати, да, там мостики, может сверху? Как-то по мостикам нам забраться надо. Или, может быть, наоборот, вот здесь вот снизу. В любом случае, прыгаем. Ой, больно прыгнули. Да все, он уже мертв. Кто ты, друг? Кто ты бежишь? Что здесь болотник делает? О, вот этого ты не переживешь. Я думаю. Вот ты где? Где? Блин, а он со шлемом. Почему он на меня нападает? А, вот почему он на меня нападает. Потому что... Нам товарищ из Анклава пожаловал вместе с этим когтем. О, да. О, да. Ладно. Я понял. Я понял. Так. Давайте возьмем нормальное оружие. Отремонтируем. Давайте, кстати, гауссом... Не гауссом, а этим гатлингом постреляем. Отремонтируем. Только его по полной программе. Плод... Нет. Эпоксидное. Прелестное оружие. Прелестное оружие. О, он выжил даже. Фантастика. Прелестное оружие на самом деле... Ой. Нет. Не хотел я это брать. Выброси эту гадость. Не хочу я даже выникал. Лут смотреть какое там неинтересно. Такс. Видимо, к этому... Дренажная камера. Локация. Вот там вот, да? А, вот убежище когтей смерти. Разодранный кто-то. Давайте зайдем в убежище когтей смерти и посмотрим, что тут. Окей. Так, это я... Подсветку включил. Жесть. Да. Брамин мертвый. О, пупсик. Смотрите, еще один. Выносливость. Отлично. Вот это мы возьмем. Это нам не надо. Это бочка, типа, за это, за, за, за копанное. Нормально так. Куча, куча мяса. Так, а что, все? Вот это все убежище или можно куда-то глубже, да? По-моему, это как раз глубже мы заходим. Ну, пупсы нашли. Прикольно. А где, где все? Я что-то не понимаю. Где все когти? Вот не могу не взять заколку. Хоть я понимаю, что она вот-вот не нужна. Все. Мы сегодня заканчиваем уже Fallout. Это будет последняя серия. У нас тут пару дней осталось до четвертого Fallout. Мы немножечко отдохнем как раз. И как только выйдет четверка, сразу же начнем... Неудачник! Прохождение. Поэтому нам, в принципе, не нужно собирать весь этот хлам. Слушайте, а тут такая разветвленная пещерка. У нас в этом, да, в Нью-Вегасе была, по-моему, там... В одной из локаций такая прям самка гигантская. Может, и здесь что-то тоже подобное будет. Мне понравилась эта матка муравьиная. Здоровенная такая, противная. По квестам... Блин, не помню уж как там локация-то называлась. Ну, я думаю, те, кто поняли, они... Те, кто смотрели, они поняли, о чем я. Так, мы еще можем глубже пройти, да? Я уже тут что-то заблудился, реально, совсем. Ах! Ах! Следующий! Ах! Ах! И как-то так... Пупс лежал, да, на выносливость? Прямо в начале всей этой... Сети пещер. Как-то это даже грустно. Он должен быть как награда за пройденную... Ой, за полностью пройденное убежище. За убитых всех этих когтей смерти должны были, да, мы найти Пупса. А тут зашли в пещеру на Пупса. И все, можешь уходить. Как-то непродуманно. Так, это мы сейчас вернемся и пойдем куда-то туда. Там еще какая-то часть локации есть. Сюда и вот сюда, да? Правильно? Правильно. Пещера, конечно, классная. Огромная. Что это такое? Где-то вода и что-то в ней плещется. Ух, вот что тут плещется в воде. Это лужа кровя, а не вода. Мститель! О-о-о-о! А вот это... Ладно, согласен. Согласен. Хоть так. 251 урон, а у моего... Так, давайте починим мой. Хватит нам одной эпоксидочки. Да, 218. У Мстителя будет урон побольше. 269. Слушайте, круто. Тогда согласен. Давайте что-нибудь выкинем. Лопату. 20 осколочных гранат. Так, кого там наши убивают, ребята? Какой-то... Непонятный... Коготочек. Так, больше там ничего нету вроде, да? Только хлам, который мы навыбрасывали. Вазерный пистолет. Что-то показалось. Ну, вроде бы нету ничего. Ну, согласен. Мститель, это интересно. Так, тут... Прохода нет. Красными, блин. Было бы прикольно, если бы он цветом другим хотя бы стрелял. Зелененьким. Хочу, как в Звездных Войнах, чтобы разноцветное пиу-пиу было. Так, посмотрим, что у нас тут. Ну, вроде бы да, вроде бы основную часть пещеры мы осмотрели. Ну, и думаю, что вот теперь-то, когда мы, да, получили Мстителя, можно уже выходить. Уже я не думаю, что мы тут найдем что-то интересное. Осталась одна маленькая проблемка. Это как отсюда выйти? Как же отсюда выйти? Так. Вот тут вот еще есть какая-то часть локации, да? Но я думаю, что это... Мне не критично. Пойдем просто на выход. И сейчас там анклавовцы еще, может быть, рядышком остались. Попробуем Мстителя на них. Так. Ну-ка проверим. Да, мы в сторону выхода идем. Это типа солнечный свет или как? Непонятно, если честно. Так, так, так. Нам куда-то... По-моему, вот как-то вот так вот на выход, да? А, кстати, может сейчас там поворот еще в ту сторону будет, слушайте. Огромная пещера. А, нет, это просто тут тупичок. Маленький. Ну все, тогда выходим. Пятно крови какое-то осталось. Мы, в принципе, взяли из этой пещеры даже больше, чем... Чем мне бы хотелось. И Пупсик, и Мститель. Название, конечно, крутое. Сейчас посмотрим, как он. На практике. На практике он, конечно, точно так же жрет патроны, просто невероятно. Нет там, наверное, уже анклавовцев, не осталось никого. Сейчас пойдем посмотрим, куда мы можем пойти потестить этого Мстителя. Стимулятор один. Так, все, короче. Идем. Дренажная нам неинтересна. Что это у нас? Открытый кинотеатр. Арефу. Форт Баннистер. Ну, может, там, кстати, в этом форте отреспаунились, как они назывались. Как они себя называли, я уже не помню. Или не респауниться здесь, ребята. О, о. Я у гаечек. Неинтересно. Куда можно пойти? Это кто там? Супер мутант какой-то, да? Идем посмотрим. Куда он побежал? А ну, стоять. И что-то он как-то тут одиноко бродит. Собачку тут убил. А-а-а, как хорошо. Босс. Ого, жарит. Ну, а то он и босс, в принципе, чтобы так жарить. А мы как-то не жарим, да? Разница как-то не особо чувствуется. Ну, хотя вот эти мелкие... Мелкие убиваются очень быстро. Сколько у меня там уже интересных образцов крови? Где нам их смотреть? В помощи, в разном. Образец 13, это на 1030, да? По 100 монет, по-моему, за них. 89 пальцев. Немного, но все же. А, кстати, самый классный источник прибыли, да? Это, походу, сейчас... Давайте вот на этом и закончим. Пойдем к рейнджерам явимся. Где они тут у нас? База рейнджеров. И за каждую открытую локацию, да? Сколько мы уже лок открыли? Я не знаю, правда, DLC считаются или не считаются. Нам выдадут кучу бабла. Посмотрим, сколько нам сейчас начислят. Так, у меня сейчас... Сколько? 7800. Так, где рили? Где босс? Детишки, что вы хотите? Солсбери стейк 200-летней давности. Как чайник, как будто выкипит. Так, новые данные по картам. О, 2000. Вот так вот, сходу. Хоп, на 2000 тебя. Хотя, 2160 мне она выдала. Это как? По-моему. Ну, короче, не важно. Все. На этом я торжественно объявляю прохождение очередного фоллаута завершенным. Да, мы еще не посетили миллион локаций примерно, но мы выполнили все основные, как бы, да, наши задумки. Осуществили, прошли все сюжеты основные, все DLC прошли. Теперь точно можно заканчивать. Собственно, что у нас было. Собственно, что? Что у нас было? Вот многие спрашивают, что мне больше нравится. Какой фоллаут? Третий или Нью-Вегас? Я вообще, когда проходил Нью-Вегас, даже не думал, если честно, что буду когда-нибудь проходить третью часть. И на самом деле зря, потому что третья часть тоже по-своему очень интересна. Конечно, здесь гораздо меньше RPG-шной составляющей, чем в Нью-Вегасе, гораздо меньше какого-то даже вот баланса такого, да, тут, ну что, три оружия. Этот, боевой дробовик, потом трехлучевка, все, больше другое оружие нам никакое не нужно, по большому счету. Даже два выходит. Вот. Поначалу, конечно, было все равно прикольно, когда патронов было мало, мы там даже как-то пытались там и в рукопашку сражаться, но потом дело пошло. Вот. И баланс куда-то весь исчез, совсем. Вот. В этом плане в Нью-Вегасе, конечно, было получше. Ну и как и квесты были разнообразные, более разнообразные, их было больше. Было больше сюжетных линеек, был вариант, как бы, да, выбора хоть какой-то. Здесь вроде довольно линейненько все так было у нас. Может быть, были какие-то, я сейчас что-то так уже не вспомню на вскидку, что у нас, какие были у нас сюжетные разветвления, какие-то возможности были у нас сделать что-то не так. По-моему, даже не было. Не, ну, что-то было, да, вот там, допустим, мегатонну мы могли взорвать или не взорвать. Вот. Да, все-таки были кое-где, но все равно какие-то они такие не особо значительные. Хотя взорвать мегатонну круто все же, как ни крути было, да. Ну или не взорвать ее тоже было круто. Вот, но все равно. В Нью-Вегасе всего этого было гораздо больше. Вот. Но Нью-Вегас был какой-то менее динамичный, менее экшеновый, знаете, что-то вот такое. Здесь постоянно что-то взрывается, постоянно там прилетали эти анклавовцы на вертолетах. У всех, у каждого вшивого рейдера гранатометы были, которые просто взрывали все, куча машин, и все это разлеталось в дребезги. Иногда были очень такие бодрые экшеновый момент, конечно. Вот. А Нью-Вегас в этом плане как какой-то более грустный был. Но зато более РПГшный. Поэтому мне кажется, что обе игры стоящие, и я ни капельки не жалею потраченного времени. И даже вот, ну, мне кажется, что как-то бодрее мне вот пошел даже третий, чем Нью-Вегас. Вот. Нью-Вегас вот как раз из-за большого количества квестов местами становился скучным. Потому что диалоги, диалоги, диалоги. Там было много серий, где у нас просто были одни диалоги. Здесь были такие серии, но их было намного-намного меньше. То есть, когда мы приходим в новое поселение, конечно, да, мы там все время одними диалогами занимаемся. А там, там, конечно, в Вегасе диалоги. Диалоги никогда не меняются. Вот. Поэтому обе игры хороши, обе надо проходить, потому что и некоторые переплетаются моменты. Хотя, подождите, моменты. Какие тут с Вегасом моменты, да, были общие? По-моему, даже никаких отсылок. Ну, в Вегасе на третьей я вот даже не помню, что там уже было, потому что давненько проходил. Ну, вот, у нас в этой части, в тройке, основные отсылки как раз на четвертую часть. Потому что разработчики уже все продумали про содружество, про киборгов, да. То есть, это все понятно, это все мы увидим как раз вот в четвертой части уже очень-очень скоро. И это вот было интересно. А вот, кстати, с Нью-Вегасом что-то каких-то общих моментов в этом плане я вот даже и не припомню. Ну, кроме общего мира, как бы, да, но все равно. Все равно интересно. Все равно интересно обе части. Вот. По DLC, конечно, DLC с пришельцами вообще было нудотное на самом-то деле. Ходить генераторы, просто выключать по всей тарелке, ну, как-то грустно совсем было. Вот. Пит был прикольный. Пит, по-своему, атмосферный, клевый, но невероятно короткий. Просто вот так бах, и все, он закончился. И, ну, как-то было бы больше заданий, было бы дольше вот это вот втирание, да, к этим, ну, к хозяевам, короче, Пита. То нас отправили на завод поработать, потом на арену, и все, и мы уже все готовы к аудиенции с этим, бывшим паладином Братства Сталя. Я уже забыл, как его зовут даже. Потому что все быстро закончилось, у нас с ним два диалога было в начале и в конце, и все. Ну, в смысле, да, почти в конце и в конце, вот так вот. Почти в конце DLC и в самом конце DLC. Вот. Ну, как-то грустно, то, что так слишком быстро все закончилось, но атмосфера своя была такая интересная, мрачная, все такое ржавое. Эти мутанты там бегали, ну, короче, прикольно. Вот. И, ну, кстати, там вот еще ящики и аптечки лежат. Клево. Вот. И интересным было, конечно же, Broken Steel, потому что позволило, да, нам, ну, это я уже рассказывал, мне действительно понравилось, что после прохождения сюжетки мир поменялся. Вот. И прикольно было, конечно, в этом, в Point Lookout, потому что оно и относительно большое по сравнению с другими DLC. Там и квестов даже побольше. Вот. Они такие разнообразные, конечно, не связаны, как бы, какой-то основной сюжеткой, да. Вот. Но все равно было довольно интересно. Вот. В целом ждем четверку. Уже очень скоро. Я сейчас точно не знаю, это у меня видео не помню, когда выходит. Я его наперед записываю. Ну, потому что краши, краши, одни краши. Ну, вот, кстати, когда мы вышли из Point Lookout, а краши не было с тех пор ни одного. Вот. Это прекрасно. У нас тут осталось пару дней до четверки. Собственно, как я уже говорил, немножечко мы отдохнем как раз эти пару дней от Fallout. И потом, как только выйдет четверка, я постараюсь сразу же записать, как только установлю игрушку. И сразу начнем прохождение. Постараюсь даже выкладывать по несколько серий в день, если получится. Вот, потому что четвертый Fallout обещает быть намного-намного больше, чем третий. Вот. И плюс там многие интересные механики добавлены, типа строительство там своего этого поселения, да. Там какая-то торговля, возможно, в нем. Вот. Ну, посмотрим. Интересные фишки, в которых будем разбираться. В общем, ждать осталось уже недолго. Недолго. И это чудесно. Хорошо, ребята, все. На этом всем огромное спасибо, кто был со мной на протяжении этого прохождения. Всем спасибо за полезные советы, за подсказки. Всех за баню за спойлеры в четвертой части. И всем, в общем, пока.